Сегодня 8 марта мы продолжаем совершенствовать систему безопасности и обороны нашего города. В частности, помогаем в формировании подразделений терробороны, обеспечивать их всем необходимым, потому что за это отвечаем мы. Также особое внимание уделяем сегодня, продолжаем уделять организации бомбоубежищ, приведения их в порядок. Не тех бомбоубежищ, которые мы привели и были у нас подготовлены, за которые отвечал город, а те бомбоубежища, которые необходимы дополнительно. Расчищаем подвалы, проводим работу и встречи с представителями ОСМД, с председателями ОСМД, разъясняем работу, как должна быть организована работа при объявлении воздушной тревоги. Обеспечиваем всем необходимым запасом воды и продовольствием. Также в тех районах, в которых плохо слышно была система оповещения, продолжаем ее совершенствовать. Люди обращаются к нам в районы администрации, районы администрации оперативно отрабатывают вопросы путем установки дополнительного звукового оборудования. Также хотел бы проинформировать, что мы продолжаем получать гуманитарную помощь от наших друзей, от городов-побратимых. В Одессу прибыло три скорой помощи, которые нам с медикаментами, с запасом медикаментов от города-побратима Марсель. Также сегодня к нам в город поступит, мы надеемся, что она дойдет, она уже находится в Румынии, пожарная машина, которая также поступит к нам в наш департамент муниципальной безопасности. Из города Бранденбург прибыло две большие фуры с гуманитарным грузом. И сегодня основную задачу, которую мы видим, это формирование продовольственного запаса в случае окружения или такой ситуации, когда город может оказаться в осаде. На сегодняшний день все торговые сети работают, мы организовываем коридоры для доставки продуктов питания в город и формируем логистические центры по формированию запасов и его распределения.